Мне писали недавно, не видно вашей каши из-за трубей? Мои хорошие, каша из-за трубей это палочка-выручалочка, она у меня в системе. Три-четыре раза в неделю я обязательно ем свою кашу из-за трубей. Я начинала худеть на этой каше. Я ела ее в системе пять лет. Пять лет каждый день. Вот Лео Бакеле есть творог и йогурт каждый день 30 лет, а я кашу из-за трубей ела пять лет. У меня другого завтрака никогда не было. Или дома ем, или на работу с собой беру в контейнере. Но пять лет каша из-за трубей. Я не забуду этот продукт, который спас меня. Я похудела на нем и оздоровила свой кишечник. Намного улучшилась моторика моего кишечника. Это мое спасение. Но сегодня буду готовить альтернативу каши из-за трубей. Состав тот же. И отруби будут, и кисломолочный продукт будет, и творог будет, и фрукты. Но не вишня, не смородина, а яблочко. Яблочко сладенькое. Корица обязательно. Буду готовить сегодня оладушки. Оладушки с яблочком. Вместо муки. В отруби, конечно. Очень вкусно получается. Советую, готовьте. Вот в эти оладушки положите еще столовую ложку творога. Сытнее будет. Насыщать будет больше. И очень-очень вкусно будет. Готовлю оладушки. Оладушки с яблочком. Для стройнеющей. Вот так. Так. Я ничего нового сейчас не скажу. Классический рецепт оладушек. Но вместо муки у меня отруби. Все то же самое. Что нужно? У меня кислое молочко здесь. Яйцо. Немножко соды. Обязательно. Я еще добавлю столовую ложку творога. Хорошего. Жирного. Домашнего. Обязательно у меня яблоко будет. Одно. Довольно крупное яблочко. Корица у меня будет позже. Можно положить тесто. Можно уже положить на оладушки. Ну, я на оладушки положу. Отруби. Почему использую отруби именно финские? Потому что они очень нежные. Очень нежные. Расходятся. И они не чувствуются. Вот наши отруби у меня тоже есть. Но не доверяю. Боюсь, буду трещать на зубах. Такое возможно. Использую финский нордик. Ну, что делаю замес теста? Сначала что нужно положить? Положу кислое молочко. Добавлю соду. Творог. Яйцо. Ну, а потом отруби. Яблочко. Все очень просто. Но будет все очень вкусно. Нужно смачно, девчата, буду. Сковородочка разогрета. Мне самое главное, чтобы вы видели сковородку. Вот у меня тесто. Довольно густое. Вот размешала вилочкой, ложечкой. У меня десертная ложечка. Даже можно вот так вот аккуратно руками сделать оладушек. И положить на сковородку, если получилось густое тесто. Тесто жидкое это не должно быть. Можно использовать ложечку, пожалуйста. Кто что. Ну, вот я беру, допустим, ложечку. И делаю оладушек. Маленький огонь. Сразу предупреждаю. Тесто может быть потом оладушек, вернее, даже в коричневом цвете немножко. Это нормально. Это же отруби. Это же не рафинированная мука, правда? Это отруби, нормально. Но не терять бдительность. Посмотреть, взять лопаточку, перевернуть. Вот, пожалуйста. Так. Очень правильная еда. Это наша еда. Я вот иногда смотрю кулинарные каналы. Иногда. Вот вылетает у меня, думаю, о, ПП, печенье, какая прелесть. Посмотрим. И вот читаю, вся на печенье. Гликемический индекс геркулеса 65, сахар. Потом обязательно человек положит туда что? Сухофрукты. Изюм, чистый сахар. Финики часто еще кладут. Финики. Гликемический индекс 110. Ну, какое-то по питанию, а? Нам нужно употреблять продукты, которые имеют, самое главное, низкий гликемический индекс. Посмотрите, вот оладушки. Да? Маленький огонь, маленький огонь. Поэтому я это не готовлю, я это даже смотреть не буду. Я даже на прокрутки не смотрю. Еда на столе. Мы себя ущемленно не должны чувствовать. Оладушки с яблочком, пожалуйста. Еще даже столовая ложка творога внутри. Посмотрите, какие они красивые. Вот, пожалуйста. Если немножко где-то будет темнее, не страшно. Не страшно, это отруби нормально. Это нерафинированная белая мука. Это отруби. Это шелуха зерна. Они должны быть такие румяные, красивые. Очень вкусные. Очень. Я сверху положила корицу. Корица у меня в баночке. Я помол, готовлю сама. Ну, сейчас на тарелочку. Йогурт. Производитель ягодин называется Турецкий. Вот такой у нас хороший йогурт в Украине. Очень вкусный, очень вкусный. Ложечка стоит, пожалуйста. А, девочки, да? И вот так ложечку на ладушек. Вот так сделаем красивенько, да? Обалдеть. Красиво жить не запретишь. Вот так. У меня всегда есть отруби. Вот эта коробка уже все. Убираю пустая. Следующее. У меня упрок отрубей. Чего-чего отрубей у меня упрок. Использую постоянно. И вот альтернатива моей каше из-за трубей. Меня спрашивали. Таня, что-то не видно в вашей кашке из-за трубей. А вот, пожалуйста, состав точно такой, как и каша из-за трубей. Отруби, кисломолочный продукт, творог. Что еще здесь? Яйцо. Яйцо, белок. Какая польза? Желток, лецитин. Даже фрукты есть. Яблочко. Никакого сахара. Какая польза? А как же это вкусно? Ешьте. Стройнейте. И вам не поверят. Давно не выпекала печенье. Но хочется печенья своего. Самого-самого песочного. У меня в плейлисте есть видео «Самое песочное печенье». Из какой муки буду выпекать? У меня оставался амарант. Я на кофемолке прокрутила. И у меня здесь 100 грамм. Ровно 100 грамм муки. Амарантовой муки. Возьму муку житню, ржаную. Ржаная цельнозерновая. Житня обдерне борошно. Приблизительно 130 грамм. И 100 грамм амарантовой муки. Добавлю еще пару ложек отрубей. У меня есть наши житни отруби. Ржаные. Но я боюсь, чтобы они не трещали. Возьму финский нордик. Это надежнее будет. Ну и все остальное по рецепту. Печенье будет не хуже, чем в частных пекарнях. А намного лучше даже. Пожалуйста. Печенье еще теплое, темное, такое красивое. Я положила в муку кардамон. Положила мускатный орех. И у меня еще корица. Вот баночки я помол готовлю сама корица. Кофемолкой кручу палочки. И вот сейчас печенье остынет. Я положу его все вот в раритетную баночку от грузинского чая. Вот такое печенье. У меня получилось 22 печенья. 22. Тает во рту. Вот сейчас возьму в руки любую печенюшечку. Смотрите, да? Опа. Тает во рту, люди. Как вкусно пахнет очень. Кардамон. Мускатный орех. Корица. У меня 2 пакетика ванильного сахара и 1 столовая ложка без горки сахара обычного. 1 столовая ложка сахара это 10 грамм углевода. 10 грамм. Капля в море. Я же не ем это все печенье сразу. Правда? Десяток. Я возьму одно печенье и с кофе себе обязательно позволю. Не вечером, нет. Днем с чашечкой кофе. Обязательно. Готовьте песочное печенье. Вам всем понравится. Мои хорошие, самое-самое шикарное сообщество. Я присела и теперь с вами немножко сейчас пообщаемся. Я в предыдущих видео показывала подарки, которые получила от своих девочек. Вот Анки Калачик получила и от Леночки. Леночки из Харькова. Но подарок от Аннушки Калачик, от Анки Калачик, я показала не полностью. Я показала только колье колье жемчуга. Это Аннушка все своими руками сделала. Вот пожалуйста. Но был еще браслет. Браслет был в отдельно маленьком кошелечке. И как бы кошелек лежал в стороне. И вот такой браслетик. Поэтому хотела вам показать. Аннушка мне подарила набор и колье и браслетик. Аннушка большое тебе спасибо. Заходите к Анке Калачик в YouTube. У нее есть свой канал. Так и называется Анка Калачик. Смотрите в Facebook Аннушкины украшения. Аннушка выставляет свои украшения. В Facebook тоже аватарочка собачка красивая. Анка Калачик. Не Анна, а Анка. Анка Калачик. Меня многие переспрашивали. Не могут найти. Анка. Анка Калачик. Напомнила всем, да? Аватарка маленькая красивая такая собачка Аннушкина. Смотрите достойные украшения конечно. Любая женщина будет довольна иметь такие украшения. Аннушка спасибо тебе большое. Но сейчас с вами хочу немножко пообщаться. Значит я сейчас пью кофе. время позволяет мне пить кофе. сейчас опущу немножко камеру и покажу вам кофе чашечку. Сейчас секундочку. Вот пожалуйста кофе. Роскошная пеночка. Она была здесь. Она ушла. Кофе уже стоит буквально пять минут. Я общаюсь и пеночка немножко ушла. На что хочу сконцентрировать ваше внимание на печенье. Ребята какое же это печенье вкусное. Мука из амаранта. Купите муку из амаранта. Даже не муку возьмите амарант. И дома приготовьте сами муку. Возьмите не килограмм амаранта. Даже не полкило. Возьмите 300 грамм. На раскладках продается в магазинчиках где продают сухофрукты. 300 грамм возьмите амаранта. В кофемолочке приготовьте муку. У вас будет домашняя мука из амаранта. 100 грамм амарантовой муки. 100 грамм даже больше немножко. 130 грамм где-то приблизительно плюс-минус ржаной муки. Не пшенично цельнозерновой а ржаной. Какая же это вкуснятина. Какие же у вас будут печенюшечки вот эти коржики. Амарант ржаная мука корица кардамон мускатный орех. Как вкусно пахнет. И к чашечке кофе это просто райское наслаждение. Готовьте. Готовьте. Очень вкусно. А теперь немножко о комментариях. Одевай очки. Немножко может быть будет отсветочка такая в очках. Значит так. Первый комментарий написала Лейла Васильева. Танечка как же все своевременно. Информация о препаратах. Спасибо огромное. Очень благодарна вам за волшебные пендели. Олени сахари очень отрезляют. Хочется хвастануть за 306 дней минус 8 килограмм 700 грамм. Танечка мой результат это ваш результат. Вот пожалуйста люди результаты победы 36 дней минус 8 килограмм 700 грамм. Мне было написала женщина сегодня комментарий может быть кто-то читал я только у вас первые дни на канале мне нужно срочно похудеть дочь во Франции выходит замуж вот вы похудели а за сколько вы похудели ну точно как знаете анекдот у студента за сколько можешь выучить японский язык а когда экзамен так и это за сколько я похудела за много за 4 года но самое главное качество похудения какое у меня у меня флягов нету ну и вес держится у меня ну если немножко сбросить вес 3-4 килограмма то можно и за месяц постараться конечно старайтесь все получится написала мне Верочка ну я буду выборочно Верочка значит Вера мне пишет мне вас порекомендовала подруга у нее результат больше 10 килограмм с июня месяца я тоже так хочу какая прелесть я тоже так хочу Верончик обязательно получится у нас у всех получается и у вас получится читайте комментарии комментарии тоже очень мотивирует можете написать человеку человек вам ответит возможно и пообщайтесь еще с человеком был комментарий мне от Евгении Наумовой вчера немножко о медицине о препаратах витамин А витамин Е лор врач и видно к этой теме Евгения спрашивает у меня Таня а вы случайно не можете подсказать о ухе что-нибудь о ухе ребята могу могу немножко отойду так в стороночку на работе девочка ну девочка замужняя барышня я так хочу кушать говорю ты хочешь кушать я тебе сейчас дам и картошечку вот у меня там ребрышко тушеное она боже какая прелесть боже ест я так вкусно не помню когда ела есть тебе сюда еще кусочек рыбки соленой ой так у меня селедочка есть Ира я тебе сейчас дам даю селедочку ей она ест потом ой Татьяна Ивановна если б еще вот эта кислая капусточка или огурчик ой Ирочка я же забыла у меня же маринованные огурчики есть даю маринованный огурчик люди даю честное слово она наелась а сама худышка такая маленькая сидит боже у меня такой большой живот вот сейчас бы что-нибудь сладенького ирочка так у меня же тертый пирог есть ну все хохотали ну что хочешь любые как вот этот ансамбль любые так и у меня точно и вот Евгения а вы о ухе что-нибудь знаете знаю вот сейчас расскажу но это только касается меня может быть кто-то себя в этом увидит а может быть возьмет что-то для себя какую-то информацию или тот же препарат что я сейчас подскажу рассказываю у меня часто болело ухо выше уха вот здесь немножко выше район гайморовых пазух и территория лба сама кожа болела вот рукой больно дотронуться током бьет ну и конечно здесь ночью болит различные капельки покупала дорогие грела ушко себе сама соль в носочек как обычно вроде бы помогала мне но я еще бегала в поликлинику бывали такие дни которые вот это лечение мое меня не брало и я бегала в поликлинику я всегда попадала к одному доктору возрастной человек он работал в Октябрьской больнице это центр города Печерск и какие-то часы у него были еще в нашей поликлинике ну я прямо к нему я никакие талончики никогда не беру прямо к доктору значит он меня смотрел и назначал мне всегда ультрафорез то есть в физиокабинет я ходила и прогревала ухо но он еще ставил акцент это ваши наушники я ему всегда говорила вот каждый раз я не пользуюсь наушниками я не воспринимаю информацию наушников мне нужно смотреть слушать я по-другому воспринимаю я не люблю наушники у меня вот такая голова мне неприятно тогда это палочки ушные я знаю как пользоваться палочками я далеко в ухо не лажу вот в ухо палочками лазить нельзя ушными палочками это мне говорит доктор кстати в ухо лазить нельзя обратите внимание в мозги можно можно получается так и очень часто люди эту процедуру сейчас проводят очень часто по работе обалдеть просто а в ухо лазить нельзя оказывается в мозги можно так дальше он мне назначал ультрафорез я ходила 5 дней с понедельника допустим или с вторника грела ухо и мне легчало очень легчало прекрасно и вот в очередной раз то же самое мне больно проводить по лбу меня как током бьет ну болит район уха ухо колет меня здесь и как гайморит даже боже где это меня продуло что это такое может быть вода попадает в ухо я уже так размышляю вот когда я мою голову постоянно мою голову может быть это ну почему так часто у меня это ну почему я бегу поликлинику год тому назад свободно ни одного человека это классно я туда лечу мне там что-то кричат вы куда да сейчас же куда куда нужно вот я бегу лор кабинет никого нету дверь приоткрыта другой доктор но слава богу не пионер в медицине возрастной человек лет 50 сидит мужчина я захожу здравствуйте здравствуйте я всегда ходила к вашему коллеге так с улыбочкой думаю хотя бы приняли меня ну рассказываю свою историю все рассказываю и я уже так вот в надежде что этот доктор мне сейчас пропишет тоже направление в кабинет прогревать ухо мне ваш коллега вот все время говорил что это возможно у меня ушные палочки или наушники но я этим не пользуюсь совершенно наушниками а ушными палочками очень аккуратно всегда очень аккуратно но я же взрослый человек а мне это доктор говорит внимательно да нет это не наушники это не ушные палочки это нерв воспаленный нерв у вас чем вы можете постоянно заслуживать нерв подумайте обалдеть я хожу в головном уборе зимой и меня осеняет мысль точно и доктор я постоянно пользуюсь льдом для лица в морозильной камере вот эти вот льдинки травку завариваю то липа у меня то мята и каждый день вот когда я вспоминаю да я протираю лицо льдом иногда беру этот маленький кусочек льда и до конца от начала до конца над умывальничком пока вот этот лед не растанет у меня вот это вот держу это же так хорошо для кожи лица вот этот лед вот этот лед и я застуживала себе нерву это еще хорошо что так закончилось заканчивалось даже вернее я льдом застуживала себе нерву поэтому отдавала на ухо и гайморовые пазухи вот здесь гайморит гайморита у меня не было но боли вот здесь были у меня на переносице вот здесь Благодаря чему? Льду Красота требует жертв Теперь больше я такое не провожу Вот такие эксперименты Я больше со льдом не провожу Хочется что-то для лица Ну возьми и сделай себе настойку С каких-то травок, только не льдом Не только здесь нерв Еще есть челюсти Еще зубы, а это лед Это лед Поэтому это очень опасно, больше я это не делаю Что мне прописывает этот врач Врач мне прописывает немесил Три дня принимать, потому что боль была Боль должна уйти, боль нельзя терпеть И таблетки Называются эти таблетки Серрата Производитель Индия, прекрасный препарат Две буквы Р Серрата Пропивала 10 дней Кажется 3 раза в день Вот если я помню 3 раза, но тут пишется Прием препарата, как нужно правильно принимать Но 10 дней точно принимала Все Я вот эту упаковку не выбрасываю Чтобы не забыть название Эта упаковка у меня есть И таблетки еще тоже в ней находятся Серрата Вот это мне прописал лор-врач Я немножко было застудила Нерв, лоб, ухо То есть мне очень Вот эти Вот этот препарат очень помог Ну рассказала, поделилась Может быть у кого-то тоже аналогично такая есть Ситуация со льдом И не догадывается человек Но это же так хорошо, лед А мы же застуживаем себе Голову Ухо Нервы Да все Ну все Рассказала Милое сообщество Я благодарна вам всем За просмотры моего видео Я благодарна всем вам За прекрасные комментарии Я благодарна всем вам За лайки Любите себя И обращайте на себя Внимание Ведь мы с вами себе И доктора И премьер-министры Слова нашей Великой Любимой актрисы Людмилы Хитяевой До встречи Субтитры сделал DimaTorzok